Добрый день! Благодаря ви за возможность участвовать в международной годичной конференции на Институте за българский язык, профессор Любомир Андрейчин. Днес искам да ви представю дуглада си тематическая группа «Любовь и дружба. Болгарские соответствия восточнославянских парамилагических лингвокультуры». Вслед за исследователями Воробьевым, Масловой, Петровой, лингвокультуремы здесь понимаются как лингвокультурологические концепты, содержащие оценочные характеристики и дидактические коннотации, воплощенные в пословицах. Понимание пословиц как лингвокультурем корреспондирует с рядом исследований по лингвокультурологии и сопоставительной премиологии в трудах болгарских ученых Витановой, Кирилловой, Китановой, Панчева, Стояновой и других. Основная цель данного доклада – выявление специфики болгарских пословичных лингвокультурем при сопоставлении с современными употребительными русскими, белорусскими и украинскими пословицами, представленными в научном проекте петербургских словистов «Электронный словарь современных активных восточнославянских пословиц», поддержанный Российским фондом фундаментальных исследований. Кроме «Электронного словаря» в качестве материала использованы славянские премиографические источники, премиологический минимум Пермякова, собственный пословичный словарь, результаты наших социолингвистических премиологических экспериментов, как опубликованных, я имею в виду тетради премиографа «Выпуск 1», «Болгарские пословичные параллели русских пословиц премиологического минимума». И в тетради премиографа «Выпуск 5», «Белорусские пословичные параллели русских пословиц премиологического минимума». Так мы опираемся на два пока не опубликованных продолжающихся опроса среди украинских и русских носителей языков. В данной тематической группе выделяем четыре типа восточнославянско-болгарских соответствий. Первый тип – идентичная образная основа у активных употребительных пословиц. Второй тип – идентичная внутренняя форма, но болгарская пословичная параллель малоупотребительна. Третий тип – разные образные основы у активных пословиц. Четвертый тип – лакуна в активном премиологическом запасе болгарского языка. Рассмотрим эти разновидности параллелей на конкретных примерах из нашего материала – словарных статей из электронного словаря и сборников тетради паримиографа «Выпуск 1» и «5». Учитывая полисемантичность некоторых пословиц в целях указания на отнесенность русской пословицы к той или иной тематической группе, показываем это после знака стрелочки, как это сделано в русскославянском словаре пословиц и в электронном словаре пословиц. Первый тип – одинаковые или близкие образные основы в восточнославянских и в болгарских пословицах. Например, русская пословица «клин клином вышибает», которая относится с одной стороны к тематической подгруппе «последствия любовной драмы», с другой стороны она входит и в другую тематическую группу «человек» и характеризует внешний вид здоровья и состояния духа. Мы выделяем два значения у этой пословицы. Первое – о неудачной любви. Для того, чтобы не страдать от невзаимной любви, надо найти другого партнера. И второе значение – о болезни. Чтобы избавиться от какого-либо недуга, следует не обращать внимания на него и продолжать делать то, что вызвало болезнь. Значение пословицы «понятно», теперь иллюстративный материал, хороший профилактический эффект дает принцип «клин клином вышибает». То есть, если вы почувствовали, что в тело проник лишний холод и застрял там, нужно сходить в баню или принять горячую ванну. Белорусская и украинская пословицы, соответствующие русской, полностью повторяют ее лексический и синтаксический состав. В болгарском языке то же самое. Это подтверждают данные словарей и социолингвистического эксперимента, где 93 информанта продолжили пословицу «именно так», и мы нашли, кроме этого, еще и контекст. Клин-клин избила алкохолни и безалкохолни куктейли за это истрезнявание. Второй тип – одинаковые или близкие образные основы, но болгарская параллель малоупотребительна. Приведем несколько примеров. Русская пословица «седина в бороду без в ребро» является иллюстрацией этого второго типа. Также русская пословица «не имей сто рублей, а имей сто друзей» также иллюстрирует этот тип. Эта пословица относится как к тематической группе «любовь-дружба», так и к тематической группе «взаимоотношения людей». Первое ее значение – в трудную минуту важнее получить дружескую поддержку, чем обладать богатством. Второе значение – для того, чтобы добиться цели, нужны не деньги, а помощь многих людей. Приводится контекст к этой пословице. В белорусском языке мы находим точное соответствие к русской пословице, в украинском языке образ тот же, но немножко другой синтаксический состав. В болгарском языке – «по дубряхиляды прияты лянехиляды гроши» – тот же образный состав, но числительные расходятся. Вот мы видим, что в тетради премиографа иллюстрируют это положение. Третий тип – разные образные основы. Русская пословица «любовь зла, полюбишь и козла» относится к тематической группе «любовь дружба». Любовь взаимная – первая подгруппа. Нельзя объяснить, почему возникает чувство любви и привязанности к людям, которые кажутся совсем недостойными ее. Таково толкование этой пословицы, которая синонимична отчасти интернациональной пословице «любовь слепа». Контекстная иллюстрация. Существует такая поговорка «любовь зла, полюбишь и козла». Так почему же девушки влюбляются в козлов, а парни в глупышек? Вроде бы все страдают, но свой вкус изменить не могут. Скорее пытаются переиначить своего партнера, чем себя. У данной ситуации есть свои плюсы и минусы. В белорусском языке мы видим тот же образ в составе пословичной параллели «хоть за козла, лишь бы выйти замуж». Буквально ее перевод. В украинском языке точное повторение русской пословицы. В болгарском «любовь хугус негледа» имеет пословичный параллель, другую образную основу. Мы видим, что в тетради перимеографа показывают реакцию информантов на начало этой пословицы. У нас есть один подтверждающий контекст. Таким образом, «негледа» мы избираем как инвариантный состав пословицы. Русская пословица «два сапога пара», которая относится к тематической подгруппе «ровне-неровне» и чаще произносится с неприязнью о людях, которые подходят друг к другу для общения. В белорусском и в украинском мы находим практически тот же образ. Не два сапога, а два ботинка, но это тоже обувь. А вот в болгарском совершенно другая образная основа. «Утый дин дол дренки» из одного оврага кезил. 63 информанта в нашем опросе подтвердили такое продолжение, и мы нашли подтверждающий контекст. Русская пословица «дружба, дружба» – это «бачок» в Русь. Десятая тематическая подгруппа «помощь друга». Руга в белорусском языке имеет параллель со сходным образом, в украинском совершенно другой образ. Буквальный перевод «свой» – «не свой», «в горох не лезь». В болгарском языке образ похожий, но различия в компоненте «табачок». В болгарском – это «брынза», «сирениту», «дружба», «сирениту», «спари». И видим контекстные иллюстрации из тетради перимеографа «выпуск 1». Очень большое разнообразие вариантов, но ко многим вариантам находим контекстные подтверждения. Русская пословица «рыбак рыбака» видит издалека. Относится к 11 и к 12 тематической подгруппе нашей рассматриваемой тематической группы «любовь-дружба». И значения ее похожие друг на друга люди по характеру быстро узнают друг друга и сходятся. В белорусском и в украинском языке в точностью такой же состав, а в болгарском совершенно другая образная основа. Данные социолингвистического опроса, представленные в тетрадях перимеографа «выпуск 1», показывают, что разнообразие вариантов мы прослеживаем, но все-таки наибольшее единодушие мы находим с продолжением Сепу Душвад. Поэтому вместе с контекстом мы считаем это инвариантом. Русская пословица «гусь-свинье не товарищ» уже начинает четвертый тип наших параллелей. Эта пословица относится к 12 тематической подгруппе «ровня-неровня» о людях, которые не имеют ничего общего в интеллектуальном развитии, в социальном положении, поэтому не могут находиться в дружеских отношениях. В белорусском и в украинском мы видим полные параллели, в болгарском – «лакуну». Русская пословица «свои люди сочтемся» относится к 10-й подгруппе «Помощь друга», и эта пословица берет свое начало из XIX века, была актуализирована названием пьесы Островского «Свои люди сочтемся» в 1849 году, хотя она была зафиксирована и ранее. В сборнике Ивана Снегирева 1848 года, в виде варианта «свои люди небось сочтутся». В белорусском языке мы находим параллель со сходным образом, буквальный перевод «если мы свои люди, то поладим». В украинском и в болгарском языке мы трактуем как лакуны, поскольку представленный предначально в русско-славянском словаре пословиц вариант «свои хоросме штесы разберем» не нашел поддержки при социологистическом опросе, и поэтому мы отказались от того, чтобы представлять болгарскую параллель. В заключении. В докладе на материале тематической группы русских пословиц «Любовь, дружба» из русско-славянского словаря пословиц и электронного словаря современных активных восточнославянских пословиц рассматриваются четыре типа русско-болгарских соответствий. Тождественность образных основ пословиц употребительных в обоих языках, тождественность образных основ русской употребительной пословицы и болгарской малоупотребительной пословицы, разные образные основы и отсутствие активной болгарской пословичной параллели, то есть лакуна. Полученные результаты могут быть использованы в рамках контрастивной лингвокультурологии при сопоставлении языковой пословичной картины мира восточнославянских языков с одной стороны и болгарского языка с другой стороны. Контекстные иллюстрации электронного словаря современных активных восточнославянских пословиц к пословичным лингвокультурэмам раскрывают стилистический потенциал пословиц, фиксация которого может быть востребована переводчиками и полимиографами. Далее мы представляем сокращения, использованные в докладе, и список использованной литературы. Благодаря за внимание.